Всем привет! Днепр на связи. Ну что, друзья, мы на границе 4 и 5 числа. Вот-вот уже и 00.00 будет. Что у нас, друзья? К вечеру, в принципе, в области обстановка нормальная. Вечером в 9 вечера был зафиксирован разведывательный беспилотник в Криворожском районе. Ну, не знаю, сбивали, не сбивали, тревогу не включали. Также глава областной военной администрации сообщил нам, что в пригороде нашего города была сбита ракета. Тот взрыв, который был слышен в городе, ее обломки упали на здание, которое не эксплуатировалось. Возникший пожар смогли локализовать. Такая вот официальная версия того взрыва, что мы с вами, друзья, слышали. Что еще? Никополь, Никопольский район, 4 артобстрела, 4 дрона Камикадзе, люди не пострадали. Есть повреждения домов, сараев, линии электропередач. И прямо сейчас, друзья, жители Одессы могут слышать взрывы. Буквально пару минут назад был мощный взрыв. Взрыв сообщается о нескольких группах беспилотников, которые через фонтанку уже летят в сторону Одессы, работают в Одесской области ПВО. Но взрывы слышны в Одессе. Там пока непонятно, вошли ли в воздушное пространство Одессы беспилотники на данный момент или нет. Но жители просят проходить в укрытие, просят быть осторожными. Не знаю, сколько там беспилотников, но несколько групп. Группой обычно раздавают 5-7 беспилотников. В общем, вот так. Не сильно весело в Одессе. Там, дай бог, не начинается какая-то громкая ночь. Что будет тихо, люди не пострадают. Только-только вот Одесса отошла, грубо говоря, от траура. Хотя там тоже скандал в плане траура. Говорят, что все развлекательные клубы работали в этот вечер и ночь. Сейчас там полиция проводит работу. Почему и как кто допустил в траур развлечения? Ну, я знаю, что вот у нас, когда траур объявляли, то увеселительные заведения работали. Ну, просто в плане купил, покушал. А какие-то концерты и прочие мероприятия официально были отменены. Ну, если что-то и проходило, то за какими-то закрытыми дверями явно не на глазах у публики. И что еще, друзья, хочу сказать. Огромное спасибо всем, кто был на стриме. Мы почти 4,5 часа, наверное, да, если не больше прошли просто, не знаю, хочется сказать, десятки километров. Так оно, наверное, и есть. Было круто, было лампово. Спасибо всем, кто часто приходит, старожилам стримов. Спасибо всем новым подписчикам. Ну, вероятно, если такая тема заходит, то, наверное, будем стримы проводить чаще. Как-то гулять, красивые места смотреть, тем более сейчас вот у нас весна, лето, как раз вот пора гулять, смотреть, общаться. Я так понимаю, что там людям даже, многим, насколько важен был стрим, там хоть козу на баяне показывай, сколько общения там. В принципе, все в рамках нормы, культурно тоже общались, достаточно здраво, неплохо. На этом завершаем. Сейчас должен этот фонарь тоже погаснуть. Комендантский час. Ну, и надеюсь, что для Одессы все будет нормально. Не отключают фонарь. Что за люди? Официально сейчас встретим новый день. Какое? Пятое число? Сейчас четвертое. Вот сейчас вот-вот должно вот это... Давай, чш. Чш. Гасни. Гасни. Не гаснет. Забыли, что ли? Что, уже комендантский час? Чш. 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 О! Ха! Ахалай-махалай. Все. Всем спасибо. Все свободны. Ха-халай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай-махалай